Друзья, всем привет, с вами Тимур, и сегодня в этом видео мы с вами будем еще глубже изучать новую операционную систему iOS 13, потому что я только смотрю, с разных мест выходят всякие разные функции, о которых я вам не говорил, о которых я не освещал у себя на канале, поэтому я стоит... Какой я стоит? Поэтому я думаю, что стоит все это дело вам показать, и вам это точно понравится. Почему? Потому что недавно я у себя в Инстаграме опубликовал вот этот вот сториз, и все меня закидали такими вопросами, как это сделать, как это активировать, все дела. Но всем, соответственно, я не могу отвечать, потому что такое количество людей очень большое. И я сказал, я это сделаю в видео, и вы посмотрите у меня на YouTube-канале. Так что ответ на этот вопрос тоже будет в этом видео, так что досмотрите это видео до конца, а мы не будем тянуть, и погнали! Кстати, я забыл сказать, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну что ж, друзья, давайте начнем. Только посмотрите на это матовое стекло, как оно круто прилегает. И также посмотрите на вот эту вот картинку, которую вы обязательно попросите. Скинь, пожалуйста, эту обоину, чтобы мы скачали. Прикиньте, я это сам сфоткал. Это фотка на iPhone 11 Pro Max. Вот этот вот. И чтобы скачать эту обоину и другие крутые обои, то вы можете просто перейти в Telegram, на мой Telegram-канал. Я ссылку, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Там много всего интересного, допустим. Вот файл, а вот превью. Можете вот так вот посмотреть, и потом уже скачать тот, который вам понравился. Очень круто. Давайте теперь начинать. Итак, перехожу в галерею, и как вы можете видеть, это у меня Live Photo, допустим. Смотрите. То есть Live Photo вместе со звуком. Что мы можем с ним сделать? То, что я, допустим, вам раньше не показывал. Допустим, мы можем нажать направить, потом перейти вот сюда вот. Смотрите, тут есть звук, как вы уже видели. Звук в Live Photo мы можем отключить таким вот образом. Звук Live Photo, и также, допустим, Live, да, мы можем это сделать как Still Photo. Это будет обычная фотография. И нажимаем на ОК, будет всё как обычно. Или же мы опять идём сюда, нажимаем на Вернуть, вернуть к оригиналу, и всё возвращается в исходный формат. А также мы можем нажать вот сюда вот, на левый нижний угол, на Поделиться. Спускаемся немножко вниз, и смотрите, сохранить как видео. Мы можем сохранить Live Photo как видео. Теперь я перехожу сюда, и смотрите. Вот это видео. Офигительно. Итак, переходим к следующей функции. Открываем камеру. Вот она камера, какая офигительная, крутая. Вот он, у нас Wide Angle, обычный angle, и 2x Zoom. Смотрите, что мы можем сделать. Допустим, вы такие, блин, нифига себе, очень круто нужно сфоткать или снять видео. Такой раз, бац, открываете, пока перейдёте, допустим, на видео, и нажмёте вот сюда, вот, и он будет записывать видео. Вы можете просто, допустим, смотрите, такой идёте, бац, камеру открываете, вот таким вот образом держите. Он уже снимает видео. Можно вот так вот сделать и заблокировать всё это дело, чтобы он сам снимал. И также вот так вот берёте сюда и отпускаете. Это очень круто. Как в Инстаграме просто. Задерживаете, он снимает уже видео. Это круто. Следующее, то, что я вам хотел показать, это опять же в разделе фото. Открываем фото. Вот моя фотография. Кстати, у меня был вчера выпуск. Я об этом ставил даже пост у себя в сообществе. Ну, не об этом. Смотрите, это фотография в портретном режиме. Мы можем нажать на править, допустим, вот таким вот образом, и можем его редактировать. Правильно? И также мы можем вот таким вот образом повернуть наш телефон. Вот так вот сделать зум. Видите, как это удобно и круто будет редактировать ваши фотографии в вот таком вот формате. И берём такой, смотрите, из меня. Смотрите, студийный свет, дневной свет и так далее. Что можно тут творить, вы уже сами знаете. Нифига себе, нифига себе. Окей, давайте, пускай будет как оригинал. И нажимаю вот сюда вот, на диафрагму, если не ошибаюсь, это так называется. И задний блэр у меня как меняется. Смотрите. Вот, офигительно. Всякие разные функции можно применять, опять же. Вот, всё это дело. Фильтры. Вот как они меняются. Нифига себе. Смотрите, что, как получилось. Офигительно. Короче, обязательно, ребят, пользуйтесь. Потому что, на мой взгляд, так редактировать фотки, ну, немножко легче. Если вы вдруг не знали, то в iOS 13 есть такая новая функция, как, допустим, когда вы общаетесь по телефону. И бывают такие посторонние звуки, шумы, которые вас раздражают. То есть, вы можете зайти в настройки. Так, универсальный доступ. Спускаемся вниз. Как это называется? Аудиовизуальный материал. Открываем всё это дело. И вот у меня уже включено шумоподавление телефона. Что оно означает? Функция шумоподавления понижает уровень внешних шумов, когда во время телефонного разговора пользователь держит аппарат у своего уха. Вот как это работает. И давайте под конец я вам покажу, как активировать вот эту функцию на вашем айфоне. Но это очень круто, допустим, под утро, когда вы встаёте, включаете ваш телефон, и вам говорят, допустим, доброе утро, сейчас там смог, температура воздуха 8 градусов, а ждать максимальная температура воздуха 13 градусов. Это очень круто и информативно. Как это сделать? Так, переходим мы с вами вместе в настройки. Так, после этого конфиденциальность. Служба геолокации спускаемся. Ну, не спускаемся вниз. А нам нужно будет найти непосредственно погоду. Вот погода. И нужно будет поставить галочку на при использовании приложения. Я не знаю, вам видно или нет. Ну вот, галочку мы поставим на при использовании приложения. После этого мы идём назад и ищем раздел, раздел «Не беспокоить». Открываем «Не беспокоить». И смотрите, «Не беспокоить» должен быть отключён, запланировано, включено. Начало и конец. Допустим, пускай будет начало 19.10. Да, это уже прошло. И сейчас время сколько? 22.47. То есть вы можете поставить там 12 ночи и 7 утра. То есть именно тот период, когда вы спите. И после 7 утра, допустим, когда вы просыпаетесь, то вы видите вот этот вот виджет. Сейчас 22.47. Давайте мы сделаем вместе с вами 48, что ли. 48 пускай будет. Переходим сюда. Блокируем. И будем надеяться, что всё это дело сработает. Так, время сколько сейчас? Пока 47. Давайте подождём 48. Бау! Вот, смотрите, ребятки. 48 наступил. Почему он не фокусируется? Вот. Добрый вечер. Сейчас смог. Температура воздуха 6 градусов. У нас ожидаемая максимальная температура воздуха сегодня 13 градусов. Вот как это всё это дело срабатывает. Можете вот так вот закрыть. И всё. Под утро у вас всё это дело сработает. Но вы должны включить там Wi-Fi или же LTE. Если вы отключите, то это дело не будет работать. Примерно вот так вот. А я надеюсь, это видео вам понравилось. Если так, то обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что вы об этом всём думаете. Подписывайтесь на канал. И также ставьте колокольчики, чтобы быть первыми осведомлены о новых видео. Вот так вот. Пока!